Баскетбольный клуб «Самара» одержал третью победу в сезоне. Волжане крупно обыграли «Химки» Подмосковья. В составе хозяев отличились Евгений Фиди и капитан команды Алексей Голихов, набравший 24 и 14 очков. За ходом матча наблюдал Антон Вашурин. Настроение перед матчем с «Химками» Подмосковья у игроков «Самары» было отличное. За три дня до этой встречи крупно был обыгран московский МБА. «Химчане» тоже казались соперником несложным. В прошлом сезоне команда одержала всего три победы и закончила регулярный чемпионат на последнем месте. Тем не менее, на старте сезона гости выиграли два матча из двух, поэтому недооценивать соперника было нельзя. Вчера сыграл «Новосибирск», и они проиграли «ЦСКА-2». Поэтому мы знаем, что нам нельзя терять очки именно здесь, дома, против соперников, которые мы можем не оценивать. Надо каждый соперник оценивать. Старт матча получился тяжелым. Хозяева сделали отрыв плюс восемь, но гости буквально за полторы минуты сократили отставание до двух очков. Возможно, именно такое начало и позволило избежать недооценки соперника. На первый перерыв самарцы все-таки ушли с восьмиочковым преимуществом, а дальше только наращивали темп. Молодежь «Химок» не могла справиться с опытом исполнителей «Самары». Исправно забивали мячи в корзину Евгений Фидий и Алексей Галихов, которые к концу матча набрали 24 и 14 очков. А в заключительной четверти, когда преимущество «Волжан» достигло 31 очка, Игорь Грачев позволил сыграть молодежи. За четыре минуты до окончания встречи впервые появился Филипп Стойко. Сыграли в концовке и Чеваренков с Синегубовым. Тейнер говорит, что мне нужно играть в защиту, но я как бы слушаю его, но при этом стараюсь обидеться, чтобы мне было приятно тоже. То, что в конце сыграли, ну, это мое решение всем дать игрокам дать поиграть, но не все вошли в игру, поэтому чуть концовка получилась такая скомка. В 80-60 «Самара» одерживает третью победу в сезоне и выходит на промежуточное первое место в таблице Суперлиги. После 10-дневного перерыва волжане проведут матч 15 октября в Сургуте с Университетом Югра. Следующий же домашний матч состоится 22 октября с Ижевским куполом «Родники». Антон Вашурин, Михаил Смирнов. Новости губернии.